Итак, доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе утро! И мы продолжаем изучать Тору. Шавуа Топ! Всем хорошей недели! Началась новая неделя, месяц Элуль. Месяц Элуль – это месяц, который перед Роша Шана. И, значит, всем шалом, доброе утро! Мы начинаем. Мы продолжаем изучать Мишлей, притчи, притчи царя Соломона. Это письменная Тора. Письменная Тора. И царь Соломон был пророк, получил от Бога Тору и передал ее, передал ее вот это знание нам в виде притчи. То есть он перевел на простой, понятный язык, а я перевожу еще на более простой, понятный язык, учитывая то, что изучаю комментаторов, которые мне объяснили, что имел в виду царь Соломон. Очень классно все получается. Теперь, сегодня у нас, может быть, даже мы успеем закончить 20-ю главу, а может быть, мы ее разобьем на два. Наверное, нет, мы не будем сегодня ее заканчивать. Сегодня у нас 27-й, 28-й отрывок, и нам останется 29-й, 30-й отрывок. Очень интересно, что в каждой главе примерно 30 отрывков, и можно изучать по одному отрывку в день. Я так и советую изучать, запоминать, учить наизусть, потому что главное это не услышать и понять. Главное это запомнить и применить. Вот это самое главное. Потому что, когда ты понимаешь, многие люди понимают, что надо делать зарядку, но при этом зарядку не делают. Понятно, тут хоть запомнили, надо делать зарядку. А Мишли – это великая мудрость, которую надо запомнить вначале, хотя бы запомнить. Хорошо. Двигаемся вперед. Значит, 27-й отрывок. Нер Ашем Нишмат Адам. Хофес Коль Хадре Бетен. Значит, Нер Ашем – свеча Бога, душа человека. И следующий, Хофес, то есть Лихопес – это как искать, но это слово исследующий. Коль Хадре Бетен – все комнаты, все тайники утробы так переводят переводчики на русский язык. Значит, смотрите, что это значит. Во-первых, слово «душа» имеет как минимум три главных таких разных значения. Вот мы на русском говорим «душа», но на иврите есть слово «душа», «нефиш» – это животная душа. Есть «руах» – это дух. И есть, значит, «нешама» – это божественная душа. Интересно, я узнал, что в исламе называется «нефиш» – они называют «навс», потому что вот «маше» – «моисей», то есть «ше» на «ес» меняется. «Нефиш» – «навс», «руах» – тоже, по-моему, так и называется «руах» на арабском. И, то есть, вот я узнал, что эти две части, они тоже знают про них. Значит, смотрите. Свеча Бога Нешма Тадам. Нешама – это божественная душа. Это вот то, что часть Бога, грубо говоря, если так можно сказать, часть Бога, да, это божественный луч. Нешама – это вот эта вот божественная душа, которая у человека внутри соединяется. Руах – это его дух, намерение, то есть, это его, ну вот, человеком двигает его намерение, желание. И есть «нефиш» – это животная душа, это вся его инстинктивная часть, которая управляет и оживляет тело. Теперь, вот этот вот свеча Бога, божественная душа человека – это как луч внутри. Значит, этот божественный луч, он же находится внутри, вот когда люди молятся и смотрят на небо, например, да, это не потому, что Бог на небе, это потому, что создать у себя настрой, то есть, понятное дело, что небо, оно более как духовное, чем земля, ну, это как бы такая простая логика. Но Бог, он не на небе, он не там где-то сидит на облаке, то есть, это просто человек устремляет себя ввысь, как бы, да, ввысь. Но по факту он, это не то, что ты куда-то идешь, когда ты молишься, куда-то в небо, да, ты не идешь в небо. Ты просто, как бы, отрываешься от своего материального, вот этого вот привычного тела, такого обезьяния, да, ну, человека тело, оно как у обезьяны, очень похоже. И ты пытаешься в мыслях оторваться от своего, такого вот обычного своего окружения, такого, да, в котором человек все время находится. И дальше что? И дальше что? И в этот момент ты, как бы, заходишь в новое состояние. Ну, Бог, он внутри, вот этот вот божественный луч, как здесь сказано в 27-м отрывке, что свеча Бога, душа человека. И хофе сколь хадрейбетен, то есть, она внутри просвещает все внутри его тайники утробы, да, тайники его мышления, его тела и так далее. Как это, как это, да, вот Яков Штанин говорит, присоединяешься к небу в самом себе. Как это, у тебя внутри Бог просвещает тебя всего. Это очень похоже на то, как раньше, когда-то в кинотеатрах, был такой аппарат большой, был такая пленка, кинопленка, и был свет, такой луч света. И этот луч света светил сквозь эту кинопленку, и на экране возникал фильм. Также, когда человек, он мыслит, он думает, он принимает решения, он задумывает, например, у него есть какая-то идея, как будет дальше в его жизни. Он как бы создает вот этот вот фильм, и весь этот фильм, он просвечивается вот этим вот божественным светом внутри. То есть, вот этот божественный свет внутри, то, что мы называем душа, он просвечивает любую мысль, любую идею, любое, я не знаю, воспоминание, направление. То есть, все, что есть у человека внутри, все это просвечивает вот этим вот божественным светом, и выдается какой-то результат. Какой результат выдается? Если человек делает грехи, что такое грехи? Он делает действия, которые нельзя делать, то он как бы закаптит, он коптит свое внутреннее вот это пространство, оно становится черным таким. И его вот этот внутренний свет, он не проходит, у него как бы гаснет свет. Если у него, он не делает грехов, да, то у него этот свет божественный, он идет сквозь все его замыслы, все его намерения, и они становятся реальностью. То есть, очень важно, поэтому, особенно мы сейчас находимся в месяце Элуль. Месяц Элуль – это месяц подготовки к Роша Шана. Говорят, что в это время, в это время Бог очень сильно приближается к человеку, и пиком вот этого приближения являются вот эти два дня Роша Шана, когда включается как бы вот то, что называется качество суда, и просвечивается, просвечивается внутри все, что было, все, что человек вот для себя решил, кто он, какой он, куда он двигается, все, что он для себя определился. В этот момент происходит такое, как слепок, снимок, то, что называют там, на Востоте называют это карма. То есть, в этот момент Бог как бы он зафиксировали, и еще есть 10 дней, когда каждая мысль, каждая мысль, она этот слепок, она меняет, и в Йом-Ти-Пур бах, закрывается уже все. Все, понятно, вот ты тот, кто ты есть, вот ты такой, и то, какой ты, это является причиной всего, что будет с тобой в жизни, в следующем году, во всех сферах жизни. Поэтому сейчас очень важно, зная, что свеча Бога, душа человека, Хофес, и она исследует все хадро и бетен, все, что внутри, очень важно все, что внутри, очистить, очень важно все, что внутри, как бы, еще раз продумать, да, кто я, какой я, куда я иду, зачем я, какой у меня план, насколько я в своей жизни уделяю внимание своей личной связи с Богом, а какая у нас связь с Богом? У нас связь с Богом очень простая. Тора, это то, что Бог нам сказал, как все работает, то есть Бог нам объяснил, что такое жизнь, что такое Бог, как все работает, и наше подтверждение того, что мы сигнал приняли, это выполнение заповедей Бога и не нарушение, не нарушение его запретов. Вот и все, то есть ты, Тора, ты узнаешь, это свет. Есть еще тоже царь Соломон говорил, интересная такая фраза, мы учили уже тоже, значит, свеча это не только душа человека, свеча это еще и заповедь, которую человек делает, то есть есть внутри, как бы, у каждого вот эта вот свеча, душа, потом, когда ты слышишь Бога, Тора, это Ор, это свет, у тебя внутри не только уже свеча, у тебя прям прожектор зажигается, и дальше Дерех Хаим Тохот Мусар, и путь жизни это увещевание. Почему? Потому что у человека внутри все равно сидит животное. Вот эта вот нефеш, животная душа, она очень сильная, она прямо инстинктивная, и она вот все время, она это нефеш, животная душа, она, значит, живет по своим животным законам. Вокруг люди, они в основном про Бога не вспоминают. Мир вокруг, он в основном живет в каких-то схемах, которые придумали другие люди, и все это под влиянием вот этой вот животной души. То есть мир вокруг, он очень странно, вот если мы возьмем информационное поле и посмотрим с этой точки зрения. Вот мы открываем любой там новостной сайт, что в мире творится-то? Вообще про Бога ни одного слова, вот просто ни одного слова. Если есть, напишут обязательно, что какой-то священник, он там кого-то или изнасиловал, или там украл, или пьяный задавил, да? Вот если мы посмотрим на информационное поле, в котором живет большинство людей, то там духовности и божественности близко к нулю. Получается, у человека внутри есть его животное, у человека внутри есть маленькая свечка, которая душа, у человека есть вот этот свет внутренний, который знает о нем, человек или не знает, оно просвечивает его все мышление и выдает ему, то есть человек творец. Хочет он этого, не хочет. Бог сказал, человек по образу, подобию Бога. Кстати, интересно, я в этот шаббат узнал такую интересную вещь, как это проверить, в чем это подобие заключается. У Бога есть качество хеседа, милосердия, и качество суда, гура. То есть эти два качества, они проявления Бога, но они же противоположные друг другу. И вот, но тем не менее, Бог, он един, он один, весь мир его, у него есть два вот этих вот главных качества, хесед и гура, и это два противоположных качества, но он то одно, и они одно в другом, все переплетено. То же самое человек, у человека есть святая душа, которая божественная, у человека есть внутри животное, и у человека есть внутренняя вот это вот между добром и злом постоянно идет качели. В этом тоже подобие человеку Бога, то есть у Бога нет качели между добром и злом, у него есть хесед, гура, и он включается, то-то, то-то, они переплетены вместе. Вот это вот подобие человека Богу, очень здесь есть, ну вот такая, о чем подумать. Хорошо, мы узнали, что Бог просвещает внутри, исследует все тайники утробы, и этот свет, этот свет, он выдает потом человеку, его жизнь, те события, в которых он живет, они создаются самим человеком, а Бог это как в кинотеатре, то есть какую ты пленку вставишь в проектор, такой фильм ты и смотришь. То же самое у человека внутри, свет божественный, он внутри, это свет творения, а какой фильм ты вставишь, это уже ты давай решай, то есть сам ты решаешь, какой фильм ты вставляешь, что ты, какие у тебя планы на будущее, какие у тебя выводы по твоему прошлому, потому что Бог дал такой очень сильный механизм, который называется шува, раскаяние, то есть ты можешь, пересматривая свой старый фильм, ты можешь менять в старом фильме, менять, прям вырезать целые куски, и когда человек сделал шуву, раскаялся, он просмотрел свой год, думает, блин, как я мог так мало учиться вообще, как я мог, как я мог здесь вот так поступить, как я мог вообще, и он как бы, он этот фильм пересматривает, и он сам страдает, и он своим страданием, он стирает, он стирает как бы куски фильма, и переписывает его заново, и когда наступает момент вот этого света внутреннего, то уже идет другой фильм, другой фильм, то есть Бог исследует, видит, что действительно он жалеет, он раскаялся, он, если бы сейчас еще раз произошло это, он бы так не поступил. Бывает, что есть ситуация такая же, как была раньше, Бог смотрит, или он да, раскаялся, или он не раскаялся, и хотя, опять же, Бог нас предупредил, что семь раз упадет цадик и встанет, бывает, что праведник, он семь раз, он раскаивался, 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 и падал, 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 а потом бах, и встал, а злодей, он один раз упал, а все, уже нет у меня надежды, и не встанет. Хорошо, 28-й отрывок, 28-й отрывок, опять же, он нас подводит сейчас, очень классно вылули к Роша Шана, звучит 28-й отрывок так, Хесед в Эмед Ицру Мелах, значит, Хесед милосердие, Эмед истина, Ицру охраняют Мелах, царя, Весад бахесед тисо, и поддерживает милосердием он свой престол. Значит, Бог, он истина, то есть, одно из имен Бога это Эмед, истина, то есть, он истинный, кто еще истинный? Он является реальностью, все остальное это нереальность, он является истиной, все, что остальное, это интерпретация истины, то есть, Бог это истинная реальность, и все остальное он создает, все остальное это как иллюзия относительно Бога, то есть, Бог это реальность, все остальное иллюзия. Теперь, как Бог этой иллюзии, как он ее создал, как она устроена. Есть хэсэд, милосердие, то есть побуждающий силой Бога это было давать добро людям и вообще давать, это хэсэд. Гвура, это качество суда, чтобы все было честно. Эммет, это, кстати, интересно, слово эммет, истина, состоит из первой буквы алфавита, последней буквы алфавита и средней буквы алфавита, эммет, это мем. Эммет, это, как это все синхронизировать, потому что мир, который идет только на дине, только на суде, он не устоит, сразу сделал грех, погиб, сделал грех, погиб. Мир, который стоит только на милосердии, сделал грех, ничего не произошло, сделал грех, ничего не произошло, сделал грех, ничего не произошло, тоже не устоит, то есть мир сломается. Значит, нужно очень четко все синхронизировать для того, чтобы когда человек делает грех, ему пришло вначале такой желтый сигнал светофора, потом какое-то страдание, потом он увидел где-то кто-то пострадал, потом он услышал, что есть в этом мире добро и зло, и основа веры в Бога это вера в воздаяние за добро и наказание за зло. И вот у человека появляется вот эта картинка внутри и вот этот вот милосердие и истина, они охраняют царя, потому что не было бы этого милосердия, не было бы истины, мир бы не устоял, но устоит именно по милосердию его престол, потому что все-таки милосердия должно быть больше, потому что если мы посмотрим на этот мир глобально, то постоянно есть некая проблема, что люди забывают про Бога, забывают о том, кто им дает жизнь, люди все время недовольны, все время они что-то воюют, забирают, занимаются какими-то делами, что мир, вот он все время существует как бы только милостью Божьей, да, то есть милостью Божьей мир существует, потому что по факту большая часть людей не выполняет то, что, даже не просто не выполняют, они про Бога вспоминают только когда плохо, когда плохо, они вспоминают про Бога и тогда раскаиваются, тогда просят Бога помоги, тогда начинают молиться, Как знаете, есть известная такая метафора, что в падающем самолете атеистов нет. То есть, когда самолет падает, начинают молиться все, просить Бога, потому что когда уже ты все, что делать? Последняя надежда. Ой, Бог, спаси, спаси, помоги. Нет атеистов. Так вот, Бог приходится ему мир все время держать на большем милосердии, чем на истине, потому что если бы было по истине, то мир бы не устоял. Да, как тревога, так до Бога. Вот мы изучили два отрывка, они очень важны сейчас в понимании того, что надо делать в месяц и луль. То есть, в месяц и луль нужно исправлять свои пути старые, нужно принимать решение быть ближе к Богу и двигаться в направлении Бога и мир спасать. То есть, когда, например, человек должен знать, когда он изучает Тору, когда выполняет заповеди, делает добро, то он этим самым, он каждый раз дает дополнительные основания для мира, для существования. То есть, это не просто ты сделал добро или там помолился или поблагодарил Бога. Ты мир удержал, потому что, когда говорят там цунами, землетрясения, все. Все в Торе написано, что будете делать вот так, придет засуха. Будете делать вот так, придет голод. То есть, а если будете продолжать осознанно делать зло, придет война. То есть, все мера за меру. Это как раз вот качество суда, все мера за меру. А где здесь милосердие? Бог говорит, я подожду, я тебе дам намек, еще намек, еще намек, чтобы было время, чтобы ты мог исправиться. Все, и вот сейчас самое время подумать, сделать выводы и исправиться. Все, дорогие друзья, удачи, успехов, чтобы мы, и самая проверка, насколько человек достоин милосердия, это его отношение к другим людям. То есть, если вы судите других жестко, то та же мера, как бы она очень справедлива, она по отношению к вам. Если вы судите людей мягко, если вы уступаете, если вы не обижаетесь, не держите зла и так далее, то вы та мера, которую человек меряет, меряют ему. То есть, на небе. Поэтому сейчас очень важно, Илуль, никого не судить строго, всех прощать, значит, и заниматься собой, личным исправлением, личным духовным ростом, усиливать вот эту свечу внутри, чтобы была уже не свеча, а целый духовный такой факел вообще прям. И Тора прям включить прожектора Торы, чтобы они освещали нам путь и помогали разобраться в этом мире лжи. Этот мир так и называется, мир лжи, потому что то, как работает вот мир, если посмотреть, это, конечно, конечно, как сказал царь Саламон, эвель эвелим. Все это суета-сует, пар паров, и люди бегают, суетятся, а зачем, непонятно. Все, всем удачи, успехов, хорошего дня, хорошего месяца. Все, всем пока.